Со студией наш бизнес-эксперт Андрей Лопатин. Андрей, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер. Давно мы не говорили про курс рубля и доллара. И вчера на бирже произошли изменения, которые заставляют нас это сделать. Доллар в моменте составлял 67 рублей. Давайте посмотрим, что было в начале лета и к чему это приведет к концу года. 65 рублей 38 копеек. Это стоимость доллара на 1 июня. В самый лучший день, 26 июня, курс был 62 рубля 52 копейки. После этого в июле доллар держался на отметке 62-63 рубля и на 1 августа вошел в отметке 63 рубля 41 копейку за одну единицу. На сегодня, с учетом вчерашних изменений на бирже, курс ЦБ составил 66 рублей 61 копейку. Причин такого поведения достаточно много, но очень многие аналитики отмечают, что нестабильная ситуация на рынке США, торговые войны с Китаем, собственно пакеты санкций, которые начали работать уже сегодня ночью и вторая часть вступит в силу с 26 августа. Это все негативно влияет на динамику курса и скорее всего рубль будет слабеть. Есть три прогноза. Оптимальный прогноз 65-66 рублей к концу года, 67-70 рублей достаточно реалистичный прогноз по мнению многих аналитиков, ну и кризисный, прогноз это более 70 рублей за доллар. Соответственно, в этой ситуации вынужден будет вмешиваться ЦБ и играть со ставкой. Очень хочется надеяться, чтобы прогнозы сбывались, но сбывались в лучшую сторону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова